Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале, посвященном виноградарству винодели. Зовут меня Светлана, ее биолог по образованию, виноградаре по призванию. Наш 13 виноградный сезон, который, к сожалению, начался не очень хорошо. Длительные ночные заморозки частично повредили наш виноград. И сегодня мы с вами поговорим об особенностях нормировки виноградных кустов в условиях повреждений. О том, как их правильно нагрузить и о том, как их правильно сформировать на будущее. Для молодых виноградарей, кто еще не совсем понимает, о чем идет речь, я оставлю ссылку на ролик. Формировка винограда просто и доступна. Рекомендую посмотреть, чтобы вы примерно понимали. Но кратенько скажу, наша задача получать урожай не только в этом году, но и в следующем, и в следующем, и в следующем. Для этого нам нужно кусты, скажем так, правильно сформировать. И поэтому сегодня мы будем говорить, что нам делать в этом сезоне, чтобы максимально получить результат и в этом сложном сезоне, и в следующем. Что вообще такое нормировка? Дело в том, что виноград закладывает побегов и всего остального несколько больше, чем ему нужно. Как раз таки на всякий такой непредвиденный случай морозов, градов, еще и других неблагоприятных условий. И если мы хотим получить от куста максимальную отдачу, получить максимальный результат, то нам нужно кустик пронормировать и убрать все лишнее, слабое и ненужное. Кроме того, напоминаю о том, о чем я вам говорила буквально минуту назад, что мы еще и должны правильно этот куст сформировать, чтобы нам за ним было легко ухаживать, чтобы нам было удобно за ним ухаживать. Ну, опять же, чтобы мы получали максимальный результат. Классическая схема нормировки зелеными побегами, дело в том, что у нас еще есть нормировка урожая, но это не тема сегодняшнего видео, сегодня мы говорим про побеги. Сводится к тому, что мы убираем побеги слабые, неудобно растущие и неплодоносящие, а также двойники и тройники. Потом покажу, что это такое. Также, повторю, что мы должны думать о будущей формировке. Это кустик молодой, на них проще всего показывать. Опять же, чтобы у начинающих виноградарей не было путаницы в голове со всей этой терминологией, мы говорим с вами о том, что у нас есть рукав. Рукав – это древесина старая, многолетняя. И есть плодовая стрелка. Плодовая стрелка – это побег, который вырос у нас в прошлом году. Вот. Он у нас вырос в прошлом году, и на нем сейчас растут зеленые побеги, на которых заложен урожай. Все. Значит, классический наш подход сводится к тому, что все, что ниже проволоки, вот эти побеги мы удаляем. Они нам не нужны, они нам будут мешать. И вот здесь, в районе проволоки, мы оставляем побег, как правило, чуть ниже. Но нам надо, чтобы он удобно рос. Чтобы он удобно рос, был удобно расположен и сильный побег. Вот смотрите. Это же в районе проволоки. У нас получается вот большой крепкий побег, слабенький, ну и такой получше. То есть в теории тот уже далековато. Хорошо был бы вот этот, но он слабенький. Поэтому лучше оставить вот этот на плодоношение на следующий год. То есть в следующем году вот этот побег ляжет вот так. И у нас вот здесь будет рукав, старая древесина. А вот этот побег станет плодовой стрелкой. А все, что ниже, для чего мы удаляем? Дело в том, что с одной стороны очень хорошо, когда у куста есть большой запас старой древесины. Это повышает его устойчивость. Ну, это лучше для него. А второе, если мы вот эти побеги потом, сейчас вот если мы их выловим, то эти рамки, они никак не сказываются. Вот на этом проводящем пути. Если же мы их обрежем, особенно вот так вот, у основания. В таком случае у винограда получается там как будто пробочка такая. И проводящий путь начинает плохо работать. Поэтому такие вещи, они всегда обрезаются где-то на сантиметр-полтора. Но, но, это все равно плохо. То есть вот этот путь у нас должен быть без повреждений. Вот это такая классическая схема, которую нам нужно применить. Но, к сожалению, в этом сезоне применить ее получится не везде. Вот, смотрите. Молодой кустик, вот он у нас. Рос, рос, рос. Вот мы отрастили у него хорошую плодовую стрелку, которая бы стала рукавом. И нам нужно было бы вот, чтобы отсюда шли почечки. Ну, там все померзло. И у нас осталось только вот это снизу. Нужно ли нам их убирать и ждать, что там проснутся замещающие почки. Да, вот здесь они проснутся. Но, убирать вот это хорошо растущее глупо. Смотрите, конечно, почки там проснутся. Но, эти побеги вот уже насколько выросли. Но эти еще только-только могут пойти. Соответственно, они позже вызреют. А у нас и так. Мы надеемся, что будет сезон хороший, да? Но, никто гарантий не дает. Поэтому мы оставляем эти побеги. И да, нам придется заново формировать. Ну, и что? Ну, значит, придется. Причем, оставляем все. Потому что, опять же, кустик был готов кормить много. Соответственно, его надо нагружать. И мы оставляем все вот эти побеги. Так, ну, потом уже осенью мы посмотрим, который из них для нас удобен будет. И который из них, там, один или два наиболее удобно растущих, мы ставим на плодовую стрелку. Остальное обрежем. Вот на этом примере. Все вам красиво показывала и рассказывала. Но мы здесь не будем делать ничего. Объясняю почему. Смотрите. Это одна сторона куста. А вот вторая сторона куста. У нас здесь есть три замечательных побега. И там дальше. Дальше была хорошая плодовая стрелка. Причем, даже специально камеру сняла. Смотрите. Вот это вот все. Вот, 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 вот. Вот. Аж досюда. Это была плодовая стрелка. Она прекрасно вызрела в прошлом году. И вот здесь вот у нас были почки, которые проснулись. И с которыми все было хорошо. Но мороз их побил. И поэтому этой нагрузки на куст может оказаться крайне мало. Подстелила. Может так будет лучше видно. Поэтому здесь мы пока что оставляем все. Мы куст нагружаем. И будем наблюдать, как он будет себя вести. Как он будет расти. Если мы увидим какую-то задержку в росте. А это будет видно. Я об этом буду еще в сезон рассказывать и показывать. Тогда, да, мы что-то лишнее уберем. Но пока что мы ничего убирать не будем. Ну, хорошо, скажете вы. Мы ничего не убрали. Как действовать в дальнейшем? Что мы будем обрезать? Что выставлять на плодоношение? А будем смотреть, как наши побеги будут развиваться и какие лозы из этого всего вырастут. Правильно будет в дальнейшем на плодовую стрелку пустить вот этот нижний побег. Да, чтобы не было, вот я вам говорила, пенечков. Но если он окажется слабоватым, мы можем выбрать побег повыше. Здесь обрезать на пеньки. А потом через год, вот там, например, смотрите, вот этот побег мы обрезаем, допустим, на две почки. У нас в следующем году из него вырастает хороший, сильный побег. И мы вот эту часть уберем и будем использовать тот побег. Ничего страшного, если мы отойдем от классической схемы. Никто не принимает у нас экзамен, никто не проверяет, как мы сформировали, правильно или неправильно. Поэтому мы, ну, наша задача получать результат. Сегодня и сейчас. Не через год, не через два, не через десять. Поэтому мы руководствуемся теми условиями, которые у нас есть, и теми возможностями, которые у нас есть. Судя по тому, как этот куструос в прошлом году, то вполне вот из этих нижнележащих побегов могут получиться классные плодовые стрелки. Конечно, кто-то может мне возразить, а как же вот горизонтальная полярность? Что такое горизонтальная полярность? Видите, нижние побеги растут меньше, слабее. А вот те, которые дальше, растут сильнее. Это называется горизонтальная полярность. Да, это явление есть, оно существует, вот оно даже уже проявляется. Но если с кустом все нормально, то и вот эти побеги у нас вырастут прекрасно. Да, они будут чуть-чуть меньше, чем вот это. Ну и что, если там разница небольшая, я вам показала, что выросла в прошлом году. А вот этому кусту третий год. То вполне вот этот нижний прекрасно вырастет. Ну и если не очень, да, оставим здесь, здесь порежем на пеньке, а потом снизу отрастим. Ничего страшного в этом нет. А вот смотрите, какая ситуация у нас будет через год. Вот это в прошлом году была плодовая стрелка, однолетним побегом. Вот там у нас рос побег неудобно, он рос фактически в землю. Вот здесь побег рос слишком вертикально вверх. Ну, возможно, я же уже не вижу, какие они были по размеру, почему мы их не оставили на плодоношении. Но, скорее всего, он рос вертикально вверх, его было неудобно загнуть. И вот следующий, вот он хорошо был расположен, мы его оставили на плодоношении в этом году. Это плодовая стрелка. А вот эти мы обрезали на пеньки. То есть вот, вот это у нас уже получается рукав, старая древесина вот до сюда, это плодовая стрелка. Но, помните, я говорила, что пеньки это плохо. Теперь смотрите, вот, например, отсюда у нас растет, вот, он даже, ну, пока листик идет сюда, но, в принципе, ему можно будет придать вот такое вот положение, вот этому побегу. Вот он у нас пойдет, в следующем году это будет плодовая стрелка, а затем это будет рукав. А вот это вот все удалится. Фактически вот он, сучок замещения, да, о котором многие используют в классической формировке. Вот он, все, вот это уберем, и у нас получается красивый рукав без зарезов, без всего остального. Вот здесь тоже, смотрите, это у нас старая древесина, ну, такая вот, ну, так получилось, да, штамбика. Вот тоже пенечки, что не совсем хорошо. Поэтому мы вот сейчас, вот этот побег, смотрите, он прям как красиво наклонен, вот он будет расти, и мы ему придадим вот такое вот наклонное положение. Вот этот тоже шикарно ляжет, даже вот тот, вот тот, тоже может хорошо пойти. Да, и мы здесь получаем две плодовые стрелки в будущем рукава, а здесь еще дополнительно можем отрастить. И даже, смотрите, вот он, скорее всего, что из старой древесины идет, и он плодоносящий. Так что не надо бояться, что у вас что-то идет не по схеме. Как получается, так и делаем. Потому что картинка эта очень классная, очень красивая, но получается вот такая академическая картинка далеко не всегда. Но если мы знаем, в принципе, если мы знаем основы, то вполне все у нас будет получаться. Мы будем получать хороший, достойный урожай. Вот еще интересный пример. Двойники. Из одного места у нас отрастает, вот ветер мешает, сдувает, ну ладно. Кто захочет, тот увидит. Значит, из одного места у нас вырастают два побега. А в классике мы, конечно же, слабо убираем. Это нам не надо. Но если в прошлом году у нас коза жировал, да, он слишком активно рос, у него могли быть проблемы с возреванием лозы. Сейчас его частично поморозило. Вот этот вот кустик, который мы с вами смотрим, у него вот тут, ну видно, вот есть почка. Потом вот две поморожены, потом вот два побега есть, дальше опять поморожено, дальше опять что-то есть. То есть частично он поврежден. Его надо нагружать. В таком случае мы двойники оставляем за исключением того побега, который у нас пойдет на плодовую стрелку в следующем сезоне. То есть мы смотрим, если мы предполагаем, вот этот вот у нас достаточно удобно растет, чтобы его оставить. Да, либо даже посмотрим, вот лучше всего, вот, вот на второй плоскости, смотрите, вот у нас большой побег и вот маленький двойничок. Вот прям прекрасное место для укладки в дальнейшем на плодовую стрелку. И вот этот двойничок мы с вами улавливаем. Все, он нам не нужен. Остальные мы можем оставлять, тем более вот здесь вообще замечательно, они с урожаем. То есть вкусно, есть чем нагрузить. При этом, смотрите, у этого же кустика есть и более низко расположенные побеги, опять же, которые мы, по идее, должны были убрать. Но сверху там слишком мало. Дальше, смотрите, вот побег, на котором выломала двойник, вот та плодовая стрелка, раз, и два. Все, там только два побега. Это слишком мало на одну плодовую стрелку. Тем более я знаю, что этот куст хорошо растет, этот сорт сильно рослый. Поэтому мы оставляем и все, что ниже. Да, на всякий случай, вот там двойничок мы выломали. Да, на всякий случай мы оставляем вот тот побег на плодовую стрелку. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация. И не исключено, что в итоге то все удалится, а оставим что-то ниже лежащее. В идеале вот этот побег у нас очень хорошо туда уляжется. Ну, да, получится, что мы рукава, то есть многолетнюю древесину сформируем позже. Ну, что делать? Ну, такой сезон мы находимся в условиях не то, что рискованного винограда, а в зоне рискованного земледелия. Поэтому мы следуем условиям. Еще раз я повторяю, что кто нас проверяет, кто нас контролирует? Мы сами себе хозяева. И мы делаем так, как удобно нам, чтобы нам получать наибольший результат. В итоге у вас появится вопрос, так что же вообще сейчас делать? Все, запутала, что выбирать, что оставлять. Потерпите немножко, посмотрите, как ваш кустик развивается. Опять же, смотрите, вот хороший побег, хороший побег, да? Вот совсем какой-то недоразвито. Вот такое недоразвито можно убрать, потому что оно не будет расти. Здесь явно видно, что оно прям выбивается из общей картинки. Не такое, как все. Все, вот этот мы удаляем. Остальное пока оставляем. Пока смотрим. Вот еще один момент, скажу о полярности. Вот, дальний побег, большой, хороший. Да? Опускаемся ниже, вот идем по этой лозе. Смотрите, этот поменьше. Вот этот поменьше. Вот этот поменьше. Ну, а смотрите, вот этот ничем не уступает тому первому, который я вам показала. Соответственно, его прекрасно можно будет оставить опять на плодоношении. Почему нет? И еще один небольшой примерчик. Смотрите, здесь вообще у нас одна плодовая стрелка. Ну, в итоге мы получим один рукав. Один рукав нам мало. Нам надо хотя бы четыре. Соответственно, опять же, все вот это вот нижнее мы оставляем. Потом вот отсюда будем выбирать какие-то побеги, которые у нас пойдут в другие стороны и сформируют нам нормальную, полноценную куст. И еще один момент, который хотела оговорить. Тоже существует мнение, что вот, например, волчковые почки. Волчковые почки – это те, которые растут из старой древесины. Здесь, смотрите, вот это побег прошлого года, а вот это позапрошлый год. Вот оно видно, старая древесина, она такая более шершавая, а побеги прошлого года – они более гладкие. Вот, что если вот из старой древесины идут побеги, то их нельзя оставлять на плодоношение, а вот надо оставлять только вот на такой. А если других нет? Вот эта вот категоричность, как бы, я всегда против нее. Ну, хорошо, когда у нас все получается красиво по схеме. Ну, я часто говорю эту фразу, виноград наших схем не знает. Вот он их не изучил, не знает, где у него голова, где ноги, где плечи и все остальное. И погодные условия у нас тоже разные. И если мы проскочили заморозки, не факт, что потом глад не придет, не побьет. То есть, там, не знаю, кто-нибудь сломает побег. Вариантов может быть миллион. И что? Вообще ничего не оставлять. Оставляем, как бы, там, где у нас получается. И мы не раз отращивали рукава новые. И как раз таки, вот, из волчковых почек. Сначала оставляли плодовую стрелку, потом это превращалось в руках. И все нормально плодоносим. Ну, получим мы с куста не 20 килограмм, а 15, даже 10. Ну, ничего страшного. Как-нибудь мы это переживем. И последний момент. Смотрите, здесь вообще вроде как бы все красиво, и куст нагружен. Все замечательно, но, но. Поэтому мы оставляем вот один из этих нижних. Даже вот в идеале вот этот. Этот можно убрать, потому что нагрузка хорошая. А вот этот мы оставим. Он у нас пойдет на плодовую стрелку. На следующий год. Подводя итог нашему сегодняшнему разговору. С нормировкой не спешим. Если кусты надо загрузить и нагрузить, то максимально все оставляем, наблюдаем, и уже будем убирать лишнее в процессе. Не загружаем себя особенностями формировки, всеми этими зарезанными кустами и так далее, и так далее. Мы будем делать в этом сезоне так, как у нас будет получаться. Да, к классической формировке и к запасу старой древесины мы с вами придем чуть позже, но что поделаешь, мы живем в таких условиях. Все. И, соответственно, работаем исходя из наших условий. Сейчас наша с вами основная задача это кусты. Правильно нагрузить, по возможности получить урожай, и чтобы у нас вызрела лоза на следующий сезон. Все остальное будем решать по мере возможностей. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограды и наши контакты. И до новых встреч.